Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере!» Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Заканчивается 2022 год, близится он потихонечку к концу, и мы чуть-чуть не проглядели юбилейную дату, которая достаточно знаковая в истории церкви, в жизни церкви, по крайней мере, русско-православной. Для нашей Родины очень знаковая дата – это 350 лет со дня рождения Петра I. Все мы знаем Петра Великого как величайшего реформатора. Этому событию в той или иной степени были посвящены разные мероприятия, акции, события и так далее. Сегодня, захотелось и в нашей студии поговорить о том, как реформы Петра I отозвались в жизни церкви. Чего без него в церкви бы не было? Может быть, к лучшему, может быть, к худшему. А что благодаря Петру I в церкви появилось, и, может быть, до сих пор, как некая такая историческая веха, тянется до нынешнего дня? Сегодня. Одним словом, будем говорить про историю церкви и с кем говорить об истории, как не с кандидатом исторических наук, с ректором Самарской духовной семинарии, отцом Максимом Кокаревым. Батюшка, здравствуйте. Добрый день, эти серии. Добрый день, дорогие телезрители. Для наших телезрителей уже становится нормой, что мы теме той или иной посвящаем несколько встреч, несколько передач. И, ну, про Петра I вообще, мне кажется, за полчаса поговорить – это так, насвистеть Моцарта. Вот. Поэтому мы сразу проанонсируем, скажем, что мы про эту историческую глыбу и про эту историческую эпоху будем говорить в наших трех передачах. Будем последовательно раскрывать или, как сейчас принято говорить, рисовать парсуну. Вот. Да. Рисовать портрет Петра I и рисовать портрет церкви, которую Петр I своими реформами нарисовал. И начать, наверное, главное, с чего бы, собственно говоря, и нужно было бы – это вообще, как на авансцене появляется Петр I. То есть мы договорились с вами до эфира, что мы сегодняшнюю передачу посвятим его персоне, личности, как вообще вдруг такое родила наша страна, неожиданное и столь провокативное явление. А с другой стороны, вот в следующих, последующих наших встречах мы постараемся раскрыть плюсы и минусы его реформ для церкви. Тем более, что вы, как историк, занимались как раз синодальным периодом. Вот. А синодальный период – небольшой спойлер для наших телезрителей – начинается как раз с Петра I. Давайте начнем с того, что видит Петр, Петруша, когда он рождается, и сразу же ли в нем возникает этот бунт, он является ли плодом своей эпохи, откуда он вообще? Как получилось так, что появился такой великий реформатор? Ну, спасибо за такую подробную подводку. Я думаю, что у нас основная задача рассмотреть деятельность Петра именно в области, скажем так, церковного реформирования, реформирования, скорее, церковно-государственных отношений и самой внутренней жизни церкви. Поэтому за краткостью времени мы не будем углубляться вообще во все стороны его кипучей реформаторской деятельности. Я думаю, что и предельно подробно у нас тоже, может быть, нет возможности исследовать его биографию. На этом всем написано тома. Да, вот, но вот здесь одна из, один, наверное, из главных вопросов, да, это, вот это, ну, очевидно, необычное, совершенно новое для Руси отношение именно к церкви, к церковным-государственным отношениям, откуда оно взялось, да, собственно говоря, потому что вот является ли Петр действительно настолько непредсказуемым реформатором или же все-таки предпосылки вот у того, что делает Петр там с церковью, в конечном итоге все-таки были. На самом деле Петр застает ситуацию непростой и то, что видит, как вы сказали, Петруша, да, накладывает на него действительно. Ну, это все биографы отмечают, что его, в том числе и личные качества, многие, и характер, вот такой достаточно переменчивый, вспыльчивый порой, он был подвержен действительно в определенном смысле каким-то таким, ну, припадком-то громко сказанным, ну, перепадом настроения, и не сказать, чтобы он был вот предельно такой взвешенный, стабильный даже с психологической точки зрения личностью. И здесь видит, конечно, в этом биографы роль и вот детства непростого, пронизанного вот этими постоянными дворцовыми интригами, которые, да, вот эти там партии там разные, боярские, значит, разыгрывали. В том числе и в достаточно раннем возрасте вот эти бунты все, которые я видел, буквально, вот это, как некоторые очень поэтично описывают, да, то есть историк может писать сухо, а может, да, что вот там видение этих озверевших стрельцов с окровавленными бердышами, и, замечу еще, и нередко идеологических мотивирующих людей в рясах, так сказать, с колокоченными бородами, да, которые тоже имели отношение к стрельцовским бунтам, особенно, да, вот, ну, там, история с Никитой Пустосвятым, да, там, или с какими-то другими, ну, борцами за старую веру, как тогда говорили, которые, в общем-то, тоже, в этой борьбе не гнушались использовать силовые такие методы, поднимая на это стрельцов, там, за старую веру, против... Вот, мне кажется, здесь нужно небольшое такое ремарочку, я ли, там, отступление, потому что мы как будто бы начали разговор, начавшийся за кадром, и ощущение у зрителей может сложиться, что... Да, я не понимаю, какие старые... Я сейчас отмотаю. Дело в том, что ситуация, с которой в значительной степени пришлось Петру столкнуться, может быть, вообще, мы же любим жанр альтернативной истории, может быть, если бы не события середины 17 века, может быть бы вообще, ну, скажем, не совсем радикально иной была бы политика Петра, может быть, были бы нюансы, что называется, вот, потому что сказать, что, действительно, Петр Алексеевич, да, все, что делает, делает на пустом месте, тоже неправильно, потому что в определенном смысле это тренд все-таки исторический. Ну, например, там, то есть, понятно, что одна из целей, потом мы до этого дойдем, уже более потом, да, всего, что происходит в начале 18 века, ну, это очевидно, да, это секуляризация земель. То есть, окончательно все закончила Екатерина II, но, понятно, что это начинается точно с Петра I, поскольку фактическое распоряжение всеми землями церкви, это прямо вот со смерти патриарха Адриана, вот, последнего патриарха начинается. И, но ведь это тоже точно не Петр Алексеевич придумал. Его отец, Алексей Михайлович, в 1649 году еще, вот, во время подготовки, вот, знаменитого соборного уложения, помимо всего прочего, создается такой орган, как монастырский приказ. То есть, в первую попытку, по большому счету, ну, тогда слов таких никто не употреблял, секуляризировать церковные земли делает еще отец Петра. То есть, фактически, что такое монастырский приказ? Это царев приказ, это государственный орган, в который светским людям, которые там заседают, переходят управление всеми церковными землями. То есть, ну, в общем-то, фактически, это формально, они не отнимаются, они считаются церковными, но управляются они монастырским приказом. А до этого управлялись, собственно, патриаршами, соответственно, да, с разрядами, приказами. И сказать, что это не вызвало никакой реакции церкви, естественно, нельзя, это вызвало бурную реакцию церкви. И это было одним из пунктов трения между патриархом Никоном, да и не только Никоном, это же до Никона было, за несколько лет. И патриарх Никон тоже, так сказать, был не в восторге от этого всего. И более того, где-то на какие-то уступки царь шел, потому что все-таки он почувствовал эту реакцию. И когда Никон был еще новгородским архиепископом, конкретно его земли, его епархии, из этого вот были изъяты по настоятельной его просьбе. Потому что тогда у них были очень теплые отношения с царем, он был сабинным другом, как тогда говорили царя. Как собинный, ну особенный, близкий друг, собинный друг, как в наших летописиях. И сам он себя так постоянно называл, любил этим, пускай, кичиться. А и вот как собинный друг, еще не будучи даже патриархом всей Руси, а будучи архиеписком новгородским, он вытребовал себе право, чтобы его земли были изъяты из этого светского управления. Но это же очевидная попытка, скажем так, ну если еще не совсем секуляризировать, но взять эти земли у церкви под предлогом более эффективного управления с точки зрения государевых людей. То есть, в общем, светского аппарата. И эта тенденция даже не при Алексея Михайловича началась. Вообще, все, что происходит про Петре, вот я обычно говорю так, с одной стороны, это логично, логичное развитие, продолжение определенных процессов. С другой стороны, конечно, что называется, роль личности в истории имеет место быть. Потому что на месте Петра, будь другой, происходило бы это по-другому. Но происходило бы так или иначе точно. Потому что это вообще надо, ну, как бы таким широким взглядом посмотреть вообще на всю историю русской церкви. Какие были у нее, так сказать, этапы. И этапы именно во взаимоотношении с властью. То есть, вот первый этап вообще, самый, наверное, такой, ну его часто называют, золотым веком. То есть, когда, ну, эта история, когда церковь молодая совсем, она приходит. Ну, она вообще овеяна авторитетом Византии. То есть, это просто, это митрополит, это ставленник Византии, к нему уважение у наших князей. И, вот, наверное, в киевский период наибольшие права у церкви. Это даже не только земля. Землю получают постепенно, да. То есть, эту землю тоже надо понимать отношение церкви, когда у нее забирали. То есть, никто ее не украл. Это пожертвованы князьями. Это все, так сказать, оставленные там в завещании после смерти. Эта земля складывается постепенно. То есть, вот, там, князья жаловали своим монастырям, основанным им. Это все равно жаловалось все не церкви в целом. У нас не было такого единого, как бы, юрлица, как церковь. Это земля монастырей, это земля архиерейских домов, там, все что угодно. Ну, то есть, правильно я понимаю, это спор, начатый еще Иосифом Володским, Нилом Сорским. Вот в ту эпоху, он не то чтобы ими начал, да, но это идеологическое, как раз, обрамление тех процессов, которые происходили. Потому что, то есть, сначала начинается очень большой рост, это очень большой авторитет независимой его церкви в киевском государстве. Это понятно, это такая сила, которая, да, ну, вот, особенно, мы же понимаем, что очень рано сразу, там, вот, дети, внуки Ярослава, начинается феодальная раздробленность. И вот в ситуации феодальной раздробленности, и домонгольской, и, в общем-то, еще монгольской, какая ситуация? Куча князей, из которых, там, да, никто, там, абсолютно авторитетом не пользуется. А митрополит один. И это князья идут к нему, в общем-то, в каком-то смысле, на поклон, пытаясь на свою сторону. Видите, даже в своих распорях. То есть, поэтому даже перемещение митрополитчей кафедры, вообще-то, серьезную роль играет в каких-то политических, внутриполитических реалиях. Когда из разрушенного Киева кафедры переносят во Владимир, а потом в Москву, это сразу, ну, дает большую фору Москве, на самом деле. И понятно, что когда еще в период раздробленности, даже еще в домонгольской, были попытки у каждого, ну, у наиболее влиятельных князей иметь именно митрополитчую кафедру у себя. У нас был период, когда у нас было три митрополитчих кафедры. А в этом мало помню, у нас был вот, ну, спорный такой период между князьями, да, доходило до того, что было три кафедры, которые, ну, пытались себя позиционировать как главные, как митрополитчи в период раздробленности. И понятно, что в этой ситуации, конечно, авторитет церкви был таков, что, ну, на нее смотрели как на некий, особенно вот уже когда стало ясно, что начинаются скорее процессы центростремительные по собиранию земель, да, там, 14 век. Мы тоже помним, как у авторитет церкви, когда святитель Алексеев был фактическим правителем Руси. И при малолетнем Дмитрии Донскому, и не только при нем, и вообще-то здесь тоже фигура. И вот период такой, наверное, сказать, да, ну, наибольшего рассвета, когда в период раздробленности церковь себя явила действительно и фактически явила и собирателем земель. Мы помним, вот этот год же у нас юбилей не только по отношению к Витру, еще и по отношению к Сергею Радонежскому, да, там, там, 630 лет со дня кончины и 600 лет со дня обретения мощей. И когда он ходит и затворяет храмы, то есть интердикт накладывает в Нижнем Новгороде, когда два брата, нижегородских князя, да, там, они, ну, вплоть до войны, да, гражданской, да, и когда он приходит, и, ну, это интердикт, говоря средневековым языком европейским, когда все храмы затворил. То есть перестала религиозная жизнь осуществляться в городе, вообще-то трезвит быстро, потому что если люди умирают без покаяния, дети родятся без крещения, сами же горожане вынесут своих князей на раз-два, потому что никому это не надо. То есть так это работало всегда. И в Средневековой Европе, когда какой-то король какой-нибудь артачился, местного пошиба папа, закрывал все в этом королевстве, значит, в этом регионе все храмы. И тоже трезвил очень быстро, там, через две недели человек стоял на коленях, там, в папской резиденции, во Дворце Ангела, там, где-нибудь или еще где-нибудь. Ну, то есть у нас, мы об этом мало говорим, у нас тоже это было. В некоторых случаях достаточно было того, чтобы преподобный Сергей послал кого-то из своих братьев из монастыря с предупреждением, что может так же поступить, как в Рязани было, и этого тоже хватало. А в Новгороде пришлось даже самому ему ходить, он пешком сходил в Русск, как говорят, да, действительно. На картине Нестеров, где он с Пуссовом идет, Нестеров, у него около 15 картин. Иногда стало ощущение, что он полжизни писал преподобному Сергею, все же с ним связано, любое было особое. Вот. И да, это авторитет велик, это собирание земель, это, естественно, в этот момент у церкви было большинство имущественных прав, потому что никто не пытался отспорить, никто не пытался отнять эти земли. То есть, разрозненные князья этого бы точно не могли. И у церкви, вот еще что-то важное было, это уже не совсем, наверное, свойственность, мы с вами говорим о современном, как мы сейчас смотрим на церковь, да, это, конечно, вот, но и средневековая реалия, у церкви было огромное количество судебных прав. То есть, все, кто жили на церковных землях, христиане даже, не только духовные сослые, их, они вообще были во многих случаях не подсудны вообще суду княжескому. Это был суд, они тянут к митрополиту, как говорили, то есть, они подчиняются митрополиту, это судебно. Или, говоря проще, собственность. Ну да. То есть, люди тоже собственность. Речь идет о населенных землях все-таки, да, отдавали села, да, которые приносят доход. Вот, и, соответственно, в судебном плане, то есть, своих людей, то есть, митрополит судил не только епископов, пресвитеров, там, суды какие-то тяжбы там решил, в общем-то, крестьян, которые жили на монастырских землях, да, или там на патриарших землях, ну, на этих митрополитических землях, то есть, это тоже очень большой, большая такая, ну, так сказать, иммунитет судебный, да, то есть, и тогда на него не посягали. Но это же не может быть вечно. То есть, и, наверное, это в нашем понимании уже не соответствует современным реалиям, да, то есть, это государство в государстве, да. И вообще, мне кажется, что это не совсем соответствует церковным целям. И, конечно, да, особенно, нет, понятно, что... То есть, в какой-то момент он просто стал таким феодалом. Да. И если, как бы, в обладании землями, обрабатываниях своими руками нет ничего зазорного, наверное, это тоже есть, как бы, крайность, вопрос в том, не должно ли быть там у церкви вообще ничего, или могут быть, да, там, свои какие-то, то, что монахи своими руками возделают, один стоит. Про населенные земли, да. Главный вопрос нестяжателей осифлян – это населенные земли. Дозволили ли церковь владеть христианами? И вот тут нестяжатели, да, они категорически, они тоже ведь не все там озвучили позицию, что все должны вообще ничего не иметь и ходить там в рубище. Но вопрос в том, в населенных землях. Вот. И понятно, что ситуация, ну, не могла не меняться, поэтому то, что до конца происходит с Петром, это естественные процессы. Как только государство начинает крепнуть, и появляется... Вот проблема взаимоотношений и заземельных, и юридических, правовых, значит, вот этого иммунитета этого церкви, и она возникает, как только государство начинает крепнуть и становиться централизованным. В принципе, и оно начинает уже тогда, ну, может быть, без привычного, да, такого... Я не идеализирую, что там в Киеве-Скоро-Севе было абсолютное благоговение, никто не пытался влиять на церковь из князей. Конечно, они хотели тоже свою политику решать, да, имея свои какие-то очаги влияния. Но все-таки статус церкви был таков, что митрополит всегда мог сказать, что я подчиняюсь, вон Константинополь, Царьград, да, вон, в общем, достаточно независим себя мог ставить. И мы видим, что 14 век уже, что происходит, даже тоже Дмитрий Донской, воспитанный святителем Алексеем, умирает святитель Алексей, и у нас там нацать лет за митня, никак не можно митрополита поставить, потому что начинает князь очень активно влиять, у него есть свой кандидат, его духовник, архимандрит Михаил Митяй, и он всячески, да, и там начинается целая интрига. И потом, чем дальше, тем 15 век, это уже прям действительно серьезная борьба, когда где-то на рубеже 15-16, у нас в принципе уже, вот можно, там не надо ходить даже до Петра, до его перестановок, когда он там сам решает по большому счету, кому быть местоблюстителем, кому там патриарха выбирать, не выбирать. У нас к началу 16 века, до Ивана Грозного еще, стало, в общем-то, абсолютно и по большому счету практика, когда в конечном итоге, последнее слово за утверждение митрополита, за нашим князем. То есть фактически это поставление, там понятно, что и соборы, и выборы, и могло бы праздновать. А что делал Иван Васильевич, это мы тоже прекрасно представляем, то есть это и дело митрополита Филиппа, то есть сказать, что Петр был первым в том, что он самоводничал в церкви, мягко говоря, нельзя. То есть вот по мере укрепления государства и централизации его, и движения на самом деле постепенно к абсолютизации, к абсолютизму. То есть это не сразу, да, это не сразу явно, у нас там и понятная роль Боярской думы, и земских соборов, и все прочее, но движения к абсолютизму все-таки было, чем дальше, тем больше. И понятно, что государство устроено все-таки, да, по принципу абсолютизма, но каких-то альтернативных рычагов власти, да, не очень-то внутри себя поощряет. Поэтому это начинается уже, то есть Иван Васильевич уже, да, особенно когда нужно было расходы, Ливонская война, он уже крайне, так сказать, внимательно смотрел на церковное землевладение, вот, и на церковные права, так сказать, ну, судебные, юридические, это все было, и что привело, в конечном итоге, уже в 17 веке, если при первом Романове, ну, при котором патриархом был его родной отец, это все-таки как-то еще, да, то Алексей Михайлович еще в 1049 году, напомню, в общем-то, все церковные земли, это важный для него тоже финансовый был шаг, уже изъял. Поэтому здесь определенная преемственность есть. Мы потом ее увидим. Я боюсь, что для наших телезрителей сложится впечатление, что вся эта такая вот движуха вокруг церкви, вокруг реформ связана исключительно из-за земель. Но ведь еще и, кроме всего прочего, взаимоотношения Никона и Алексея Михайловича, которые, ну, в той или иной степени либо доносились, понятно, что Петру, по-моему, 4 года, когда умирает Алексей Михайлович, ну, отец его. Вот, то есть он фактически отца-то и не помнит, но рассказывается, и какие-то оценки за вечерним чаем выносятся. Вот. Какой портрет... За вечерним квасом. Да. Какой портрет видит вот этих вот отношений Никона с Алексеем Михайловичем Петр? Когда я говорил, ну, говорил в том числе и про землю, я же говорил не случайно про землю, а еще и про иммунитет судебный, да, то есть это просто комплекс вообще отношений, которые просто говорят, что, как бы, единовластие в государстве, или очень серьезная, как бы, автономия, и, как бы, ну, такой второй центр принятия решений, церковь духовный. И вот как раз это, ну, не только, ну, земли, ну, важный момент, потому что там постоянно там государство, а уж сколько нужно было Петру для реформы средств, понятно. Но это, конечно, и вот такой вопрос, ну, так сказать, вопрос выхода на авансценную истории, ну, практически абсолютистского государства, он, в общем-то, ставит вопрос о его взаимоотношениях с церковью тоже. И, конечно, весь конфликт Алексея Михайловича с Патриархом Никоном, он не просто, ну, не лично Петр его застал, он не просто его хорошо знал. В документах, которые регламентируют жизнь церковь, начиная с Петра, там акцент делается на том, что, там, может быть, не всегда называя имена, что вот главная цель, вот это, чтобы не было так. А в чем конфликт состоял? Дело в том, что, скажем так, Патриарх Никон, у него, ну, была своя, так сказать, модель симфонии, которую можно, ну, некоторые исследователи считают, что это была даже не совсем византийской симфонии классической, а роль вот этой вот симфонии, это созвучие двух властей, да? Да, я как раз хотел бы... Да, теория, которая еще сформулирована, там, в шестом веке Византии, считается, что императором Юстинианом, что вот есть некое согласное звучание симфонии по-греческой, да, двух властей, там, духовной и светской, при этом, как бы, ни одна в другую, не, так сказать, не вмешивается прямым, так сказать, образом, ни церковь не учит государство, как управлять, там, да, в политическом смысле, ни государство не влезает в духовные дела. И в то же самое время это не принцип «свободная церковь в свободном государстве», то есть это просто как бы два таких легких, то есть это все-таки надо понимать, насколько религиозным было сознание, ну, византийца. То есть церковь, она освещает государство, она освещает всю жизнь людей, она... То есть у одного... Я не знаю, правда, его это термин или нет, у одного современного нашего исследователя, богослова, специалиста по эколезиологии, есть у нас такой отец Михаил Легеев в Санкт-Петербурге, вот в его труде я ввел такую формулировку, что постепенно то, что рождается в Византии, потом у нас под попыткой сделать это на Руси, в допетровской все-таки, скорее, вот в 17 веке, апогея, наверное, достигает, это идея воцерковленного социума, да, когда общество, то есть церковь, она такую духовную... То есть, ну, все-таки она действует именно как духовная и нравственная сила, не сильно вмешиваясь, собственно, в политические вопросы, но при этом освещая и делая, ну, православным всю страну, весь народ, как бы, да, то есть это все равно совершенно понятно, что речь о конфессиональном государстве, да, то есть это... вот это невмешивание не мыслилось, как абсолютно там, да, такое вот существование, ну, как секулярное. И... но при этом какая-то попытка симфония, что византийский император сами ее регулярно нарушали, все симфонию, то есть они вмешивались, вот, у нас сначала это было не так очевидно, потому что церковь была такой авторитет, туда вмешиваться было сложно, тем более, что церковь была, да, как бы частью Вселенской Церкви, и это вообще, то есть, даже вот зависит, там, домонгольский период, было две попытки поставить самостоятельно митрополита, они обе кончились плохо, то есть это без согласования с Константинополем, вот тогда было действительно сложно, вот, и сами византийцы вообще на все это дело смотрели, когда мы крестились, они не всегда, может быть, до нас это доносили, вообще считали, что все, кто крестятся и входят в эту орбиту, официально становятся, ну, в каком-то косвенном смысле, все равно подданными императору, да, то есть частью этой большой айкумены православной, вот мы не очень себя, может быть, мыслили, да, то есть не очень было приятно себя так мыслить, но это вопрос о том, как на одно и то же смотрят, там, стоят из Царьграда и, допустим, из Киева, вот, и вот эта симфония, понятно, что она не была идеальной, понятно, что у нас, ну, какая симфония при Иване Васильевиче Грозном, да, там, то есть он не вмешивался, что ли, да, он там, кого хотел, того и ставил на митрополичий престол, особенно после 15 века, когда, вот, пала Византия, и действительно, да, вот, перестала наша церковь быть, она стала автокефальной, да, с одной стороны, это, как бы, некий процесс взросления, не я, и в этом есть свои плюсы, а в Ковырянном смысле оказались со своим, лицом к лицу со своим государством, ну, потому что не было уже вот этого тыла в виде Константинополя, это тоже, на самом деле, сыграло определенную роль, то есть, и государство стало рассматривать, вот, вот, теперь все митрополиты из русских, не надо их согласовывать в Константинополе, все немножко по-другому, вот, до этого сложно, почему у нас 11 лет не было при Дмитре Донском митрополита, поскольку он вот кого хотел, не мог просто так, нужно было посылать человека туда, надо было туда посылать, извините, дары в Царьград, чтобы там утвердили, а патриарх мог взять и утвердить совершенно не того, кого хочет великий князь, да, то есть, потому что... Так это при Никоне-то до чего дошло? При Никоне-то до того, что Никон, глядя на, с одной стороны, на опыт вот этой симфонии, ну, у нас считается, что одно из, ну, таких проявлений все-таки более или менее приближенным к симфоническому было при Филарете, патриархе Филарете и его сыне Михаила Федоровича, потому что все-таки это, ну, то есть отношения еще и личные, когда он всегда советовался с ним, и как-то, да, и такого, не мог себе позволить такого там радикального вмешательства в дела отца, то есть патриарха, в дела, естественно. Но это все видел, конечно, патриарх Никон и пытался, сказать, да, себя поставить так же, как он. Но он не был отцом Алексея Михайловича, он не состоял, так же, в общем-то, несмотря на дружеские отношения в молодости, он не претендовал все равно. И, но изнутри себя, то есть, вот некоторые исследователи считают, что его видение симфонии было даже не классическим византийским, а скорее подпитывалось еще и западными, да, католическими такими вещами, где все-таки духовная власть отводилась в этом балансе, да, там был дисбаланс, да, то есть классическое католическое учение, что... Примат папы. Примат папы, и да, у королей есть власть, на нее получают это, их власть подобно свету Луны, которая лишь отражает свет солнца, а солнце у нас одно, это римский понтифик. И вот похожие, так сказать, да, ну, то есть, они не были обличены в столь явные, да, но то, как он себя действительно вел, особенно в постоянной отлучке царя, когда, ну, то есть, он себе просто сделал еще... Царь к нему до конца относился, все-таки старался, и переживал очень сильно, да, по свидетельствам, вот, когда все эти разрывы происходили, там, царь в смятении находился, там, очень переживал. Ну, недаром он снискал прозвище Тишайший. Да. Вот, то есть, слабая власть при сильном патриархе. Не хотелось этого, хотя назвать его нет, он постепенно креп, он, ну, когда был молча, может быть, да, потом назвать его власть слабой нельзя, и, в конце концов, терпение там тоже имеет какие-то пределы, потому что патриарх Никон умудрился себе очень огромную партию врагов в отсутствие. То есть, он вел себя с боярами так, что, ну, в общем-то, в какой-то момент против него были очень многие. То есть, он действительно ставил себя формально, формально начались какие-то такие трения с того, что вот он присваивал себе титул великого господина, да, вот. У патриарха Филарета был такой, которому даровал его сын царь Михаил Федорович. То есть, просто вот, скорее, по личному отношению. А он писался, Никон тоже, сказать, продолжался, продолжал так себя именовать. На что царь сначала тихо все-таки посылал к нему и указывал, что не гоже у нас, у нас один великий государь, это царь. Ну, вот, Никон как-то все это игнорировал. Причем, самое интересное, ну, про то, что Петр был в это все, ну, вторично, сказать, вовлечен. То есть, он сам нет, но его окружали люди. То есть, вот, у Алексея Михайловича, одним из ближних бояр был Юрий Ромодановский. Это его он посылал к Никону уговаривать там, да, ну, как-то вот сбавить обороты, так сказать. Сын Юрия Ромодановского, Федор Юрьевич Ромодановский, князь Кесарь при Петре, тот самый, который в отлучку Петра вообще государством правил. И тот же сам князь Кесарь всешутейшего, всепьянейшего собора. Сын. Ну, о котором мы поговорим уже там попозже. То есть, это, конечно, те же все вокруг Петра, в общем-то, все, кто его окружали, старались ему напомнить об этом и всячески старались, ну, сориентировать его так, чтобы повторение вот этих трений. И патриархник, действительно, человек, судя по всему, очень властный. И в какой-то момент он вот, ну, мысль такой лелеет, что он настолько авторитетен, что если он изобразит уход, то царь будет его уговаривать вернуться. И вот он просчитался с моментом. То есть, если раньше, когда они все были моложе, такое работало, ну, например, его уговаривали на патриаршество вообще взойти, патриархник, царь к нему посылал там чуть не десять раз. А он все, значит, изображал, типа, я не достоин, я не пойду. Его уговаривали, уговаривали. И он дал себя уговорить только под предлогом, что вы меня все будете слушаться. Как бы вот особо настоялся, что я пойду. Но если вы как отца меня будете, значит, как-то вот так все это преподнес. А когда он уходил уже, да, с патриаршего престола, никто за ним не пришел. Вот тут мы поставим многоточие, потому что время на сегодня подходит к концу. Но мы нарисовали не столько портрет Петра, сколько портрет эпохи, в которую Петр входит. Но это, мне кажется, немаловажно для дальнейшего нашего разговора. Отец Максим, спасибо вам огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь, поговорим, продолжим этот разговор и поговорим более подробно о том, что же наделал Петр. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова